МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости. В студии Елена Решетникова. Главное сегодня. Чемпионы мира борцы греко-римского стиля Артём Сурков и Сергей Емелин не оставили шансов своим соперникам. Православные молодежные движения Пересвет в Саранске собрались представители многих регионов. Юно-армейская смена Патриот. В период осенних каникул ребята будут посещать лагеря с дневным пребыванием. Жители одного из домов в Темникове отметили открытие своего нового благоустроенного двора. 29 октября сотрудники вневедомственной охраны МВД России отмечают свой профессиональный праздник. В выходные завершился чемпионат мира по борьбе. От Мордовии в Будапеште боролись два представителя Республиканской школы борьбы имени Мишина Артём Сурков и Сергей Емелин. В греко-римском стиле оба не оставили шансов своим соперникам и стали чемпионами мира. На награждение призёров «Спартакиада молодёжи» в Совете Федерации активно обсуждался чемпионат мира по борьбе. К тому моменту первые награды уже взяли борцы вольного стиля, а наши греко-римляне ещё боёв не проводили. Алексей Мишин, который присутствовал на церемонии, в прогнозах был очень осторожен. У нас у борцов нет такого, как, допустим, вот есть прыжок в длину, да, там, 2,30. Ты примерно рассчитываешь. У нас так в нашем виде спорта немножко по-другому. Поэтому любой соперник, особенно когда мировой, приехавший с той же Венесуэлы или ещё откуда-нибудь с Колумбии, может быть опасным. Поэтому мы будем надеяться. Ну, ребята всё-таки-то опытные. Артём за спиной, там, и чемпионаты Европы, и мир, и вроде Емелин Серёжа тоже, как бы уже не мальчик. Поэтому, конечно, мы будем надеяться, болеть за них. И дай бог, если они оба будут в финале, для нас, для нашей школы, а я считаю, наша школа, она одна из самых сильных в Европе, да, будет очень приятно, что вот двое наших ребят будут участники, не то же участники, а победители чемпионата мира. Быть уверенным в результате на 100% никогда нельзя. Это спорт, и он непредсказуем. Однако все отчётливо понимали, что и Сурков, и Емелин должны брать золотые медали. А уверенные победы на ковре в первых поединках всё больше убеждали в этом. Свой первый бой Сергей Емелин легко выиграл у соперника из Белоруссии со счётом 9-0. Для победы ему понадобилось чуть больше минуты. Также легко он одолел в 1-8 финала Хайтема Махмуда из Египта, а в четвертьфинале танком прошёлся по борцу из Северной Кореи Сен-Юн-Ри. Сетка Артёма Суркова выглядела сложнее, и его поединки нельзя было назвать лёгкой прогулкой. Сурков начал с победы 7-0 над французом Мамадаса Силы. В 1-8 подопечный Виктор Ермошин оказался сильнее американца Элиса Колмана. Трудовая победа со счётом 3-1. Весьма непросто для Артёма сложилась четвертьфинальная встреча против азербайджанца Камрада Мамадова. По ходу поединка соперник вёл 0-1, но Сурков смог переломить ход и одолел Мамадова со счётом 5-1. Затем начались полуфиналы. Сергей Емелин добился досрочного успеха против Айдоса Султангелия из Казахстана. Итог схватки 9-0. Емелин на классе без проблем разобрался с оппонентом. В поезд до финала запрыгнул и Сурков, которому в полуфинале также противостоял борец из Казахстана Миржан Шермаханбет. Саранский борец добился победы со счётом 3-1. Финал для Емелина снова оказался не таким уж и сложным. Молдаванин Виктор Чубан упал перед борцом из Розаевки с разгромным счётом 10-1. Артём Сурков в борьбе за чемпионский поезд также уверенно победил своего старого знакомого серба Довора Штефана Ка-7-0. До этого они встречались в финале чемпионата Европы. Мордовия обрела сразу два чемпиона мира по греко-римской борьбе. Это уникальное историческое достижение. Спортсменов поздравил глава Мордовии Владимир Волков. Цитата. «Ваш успех – это несомненная заслуга успешно развивающейся в республике школы греко-римской борьбы. Это один из самых популярных видов спорта, развитию которого мы уделяем особое внимание. Жители Мордовии по праву гордятся именами и победами наших выдающихся борцов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Отрадно, что вы успешно продолжаете славные традиции, которые заложены в регионе». В день финальной схватки Артем Сурков стал не только чемпионом мира, но и отцом. Как сказал сам борец, победу он посвятил именно сыну. Сборная России по итогам чемпионата заняла уверенное первое место в общекомандном зачете. Никита Борискин, Народные новости. Добавлю, что 29 октября подписан указ главы Мордовии о награждении чемпионов мира по греко-римской борьбе. Как сообщает газета «Известие Мордовии», Сергею Емелину и Артему Суркову вручат ордена славы третьей степени за высокие спортивные достижения и прославление Мордовии на международной арене. 29 октября исполнилось 100 лет комсомолу. Этой дате было посвящено торжественное собрание, которое прошло в зале Республиканского дворца культуры. Ветеранов комсомолы, представителей молодежных организаций поздравил глава Мордовии Владимир Волков. Подробности расскажет Вячеслав Кузьменко и Евгений Фролкин. Для гостей торжественного мероприятия он стал прекрасным поводом вновь увидеть товарищей своей молодости. Комсомольский актив разных лет. Именно эти люди вместе с тысячами своих сверстников строили Мордовию. Сделали многое и многое пережили. Я работала в комсомоле, начиная с 1975 года и по 1989 год. Хотя уже преподавала, но была все равно освобождена в секретарем комитета комсомола. Сначала было это ТУ-6, потом переименовали в 23 училище. Я представитель Рузаевского городского комитета комсомола. Мы не штурмовали зимние, не пускали под откос эшелоны. Но это наши стройотряды, школа комсомольского актива. Вот та молодежь, которой сегодня, мы говорим, трудно воспитываемая, у нас не было. Они все ехали со мной в лагерь в Ичалке. Они были в стройотряде и, насколько мы с вами говорим, и в Дубенках, и в Инсаре. То есть молодежь была настолько заполнена вот этой деятельностью, трудовой. Им некогда просто-напросто было растрачивать свое время на какие-то пустые занятия. Первым секретарем облюбилась к уроку комсомола. Я работала с 83-го по 86-й год. Это были самые замечательные годы моей трудовой биографии. Становление меня как личности. Комсомол для меня дал, можно сказать, путерку в жизнь в прямом смысле этого слова. Среди приглашенных на торжественное собрание были первые секретари обкома комсомола разных лет. Вячеслав Буланов руководил с 1966 по 1969 годы. Работа студенческих отрядов, интернациональное воспитание молодежи, работа учащейся молодежи. Ректор Мордовского университета Сергей Вдовин стоял у руля комсомола Мордовии с 1986 по 1989 годы. Для него это время стало порой становление как личности и как руководителя. Это лучшие годы молодости моей. Это огромное число товарищей. Это друзья, которые со мной и сегодня идут по жизни. И это нельзя вычеркнуть из жизни. Ну и, конечно, это огромная школа управления. Я думаю, что это, пожалуй, самое главное качество, которое прививалось к комсомольцам, руководителям комсомола. Это, прежде всего, умение брать ответственность на себя. Торжественное собрание по случаю столетия комсомола было построено как красочное и яркое театрализованное представление. По всем городам и тысячам сел трубить тебе проносение. Слава тебе, родной комсомол, в день твоего рождения. Вначале слово предоставили главе Мордовии Владимиру Волкову. Он поздравил всех с праздником. История комсомола – это история реальных дел, свершений и побед. В масштабе страны это уникальные стройки, освоение целины, новые города и заводы, научные открытия, спортивные достижения, покорение космоса и, конечно же, великая победа одна на всех. Много было сделано у нашей республики. Крупные городские и промышленные стройки, дороги, жилье, подъем села, программа о возрождении Черноземья. И много-много других созидательных дел, которые вершил комсомол нашей республики. О великих делах комсомола рассказали артисты Мордовской филармонии. Первые ячейки появились в Ордатве и Инсаре. В ряды комсомолов вступали не за привилегиями, а по праву первыми пойти в самые горячие места, не боясь ни белогвардейской пули, ни кулацкого обреза. Затем – время первых пятилеток. Страна строила новую экономику, и комсомольцы были в первых рядах великих строек. Когда начались сцены, описывающие военные годы, зал встал. Потом на сцену вышли актеры, которые рассказали о восстановлении разрушенных войной заводов и фабрик. На этих стройках молодежь отдавала все свои силы. Затем – целинная эпопея, когда тысячи ребят из Мордовии отправились поднимать залежные земли, и уже через год в закрома Родина потекло зерно, выращенное в целинных совхозах. Огромную роль сыграли комсомольцы Мордовии в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Особо отметили годы, когда в Мордовии начали развивать движение студенческих строительных отрядов. И среди участников торжества были командиры строитрядов, с которыми ведущие провели перекличку. На торжественном мероприятии присутствовали первые секретари Мордовского областного комитета ВЛКСМ. Именно их усилиями комсомольская организация республики по своим делам выросла до передовых позиций по всей огромной стране. За дела тех лет глава Мордовии Владимир Волков вручил им медали за заслуги перед республикой Мордовия. Ну, а потом настало время песен. На сцену вышел художественный руководитель группы «Земляки» Игорь Лисенков, и весь зал запел вместе с ним. Историю комсомола Мордовии продолжают современные общественные организации республики. Их представители и завершили торжественное собрание, посвященное 100-летию комсомола. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин. Народные новости. Повышение доступности медицинской помощи в регионах. Об этом говорили на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. В этот раз руководители регионов собрались в Чебоксарах. В обсуждении столь злободневного вопроса принял участие глава Мордовии. Игорь Комаров, не так давно вступивший в должность, знакомится с регионами Приволжского федерального округа и уровнем здравоохранения в том числе. Как выразился полномочный представитель президента, это один из наиболее чувствительных для населения вопросов, а значит требует особого подхода. В стране реализована федеральная программа по строительству перинатальных центров. В ее рамках в регионах округа за последние три года построены и начали функционировать семь перинатальных центров. Полупред отметил, что на региональном уровне проведена большая работа по повышению заработной платы медицинским работникам, в том числе и в Мордовии. В результате принятых мер в течение последних лет в округе отмечается тенденция улучшения ряда демографических показателей здорового населения. Так, за 2015 и 2017 годы смертность снизилась на 5,8%. Средняя продолжительность жизни увеличилась на полтора года и составила 72,3 года. Вместе с тем, Игорь Комаров отметил, что в системе здравоохранения регионов округа сохраняются серьезные проблемы, основной из которых остается доступность первичной медико-санитарной помощи. Решать их необходимо, а также необходимо реализовывать задачи, поставленные в новом майском указе президента страны. Основная цель у нас сегодня – понять, на каком уровне находится развитие отрасли здравоохранения в регионах округа, оценить, насколько в новом национальном проекте здравоохранения учтены беспокоящие регионы округа вопросы и какие параметры проекта требуют доработки. Ожидается, что на национальный проект в области здравоохранения будут направляться большие финансовые средства. Вместе с тем, перед регионами поставлены не меньшие задачи в плане выполнения показателей, касающихся уровня здоровья населения. А это прежде всего и повышение качества медицинского обслуживания. Меньше задач в плане повышения качества здравоохранения в Российской Федерации и улучшения обслуживания медицинского населения ставить меньше задач нельзя. Потому что это касается качества жизни каждого человека в Российской Федерации. И, безусловно, достижение в медицине, показателях, равных передовым странам Европы и мира является одной из главных для нашей страны. Что касается Мордовии, то в нашей республике в последние годы проделана большая работа по снижению уровня сердечно-сосудистых заболеваний. У нас низкая детская смертность. Наряду с формированием первичной медицинской помощи в республике развиваются услуги высокотехнологической медицинской помощи. Если вернуться к национальным проектам, то в снижении смертности большое значение имеет работа первичного звена и специализированных центров. Чтобы плечо доставки было такое, это не больше 60 минут. То есть случился инфаркт миокарда, нужно быстро вызвать скорую и в течение часа доставить в специализированное отделение. Не в какое-то простое терапевтическое отделение, а в специализированное. И немаловажное значение по выполнению всех показателей имеет формирование здорового образа жизни у людей. А для этого население должно быть хорошо информировано и знать, как хранить здоровье и оказать первую помощь. Совет при полпреде президента в ПФО длился на протяжении почти трех часов. В основном обсуждались национальные проекты, задачи, поставленные в них большие, но вполне выполнимые. И теперь осуществлять их предстоит каждому региону, в том числе и Мордовии. Евгению Костреце, Евгений Фролкин. Народные новости. Чебоксары. Представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также гостей из Москвы, Белоруссии и Донбасса. Собел образовательный форум для руководителей православного молодежного движения «Пересвет». Церемония открытия прошла в Мордовском национальном драматическом театре. Подробности у моих коллег Марина Солонина и Александра Гурьянова. Совершать добрые дела и направлять молодежь к благим действиям для воспитания детей требуются особые знания и умения. Приобрести их, обменяться опытом и познакомиться с лучшими практиками поможет форум «Пересвет». В Мордовии в профессиональном образовании задействованы все общественные сферы присутствия молодежи. Это и профессиональная деятельность, и спорт, и вооруженные силы, и общественные организации. Республиканская программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В регионе работает 4 года. Эта деятельность стала возможной благодаря работе Координационного центра синодального молодежного отдела Привозка федерального округа, который с 2015 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла действует в Саранске. В республике успешно действует Совет по развитию православной культуры. В Мордовском госуниверситете работает Центр духовно-нравственного воспитания и образования. В школах Мордовии ученики изучают основы православной культуры. Неудивительно, что количество прихожан увеличивается, причем среди них все больше молодежи. Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что совместные усилия органов власти, духовенства и общественности нацелены на возрождение и укрепление духовно-нравственных ценностей. В этом вопросе регион достиг больших успехов. В Мордовии построено и восстановлено более 400 православных храмов, 13 монастырей, открыты духовно-просветительские центры в различных уголках нашей республики. По числу храмов на душу населения Мордовия является лидером среди регионов нашей страны. Вера выступает духовной основой единения людей с различными жизненными трудностями, с неспокойной душой или в светлые праздники. Православные жители Мордовии спешат посетить церковь. Важно, чтобы добрые традиции старшего поколения находили отражение в привычках наших детей и молодежи. Вся деятельность православной молодежи очень многогранна, творческая и уникальная. Но есть то, что объединяет всех нас. И это слово «сопричастность». Сопричастность к Богу. И еще одно слово я хотел бы сегодня сказать всем вам. Это соработничество. Я сердечно благодарю Владимира Дмитриевича за доброе, плодотворное, деятельное соработничество вместе с Русской Православной Церковью. Вместе с вами мы сможем, объединив усилия, мы сможем сделать очень многое и очень доброе. На церемонии открытия большая группа православных активистов была отмечена различными наградами. Среди них призеры окружного этапа фестиваля «Славим Отечество» из Иранска, районов Мордовии и других регионов ПФО. Марина Солонина, Александр Гурьянов. Народные новости. Представители Мордовии показали активность в ходе регистрации на конкурсе «Лидеры России». Напомню, это уже второе соревнование управленцев из нашей страны и других государств. Сейчас регистрационный этап уже завершен. По итогам отправлено более 3,5 тысяч заявок из 68 стран мира. Мордовия вошла в топ-10 по динамике подачи заявок конкурса «Лидеры России» на первой строчке рейтинга Республика Башкортостан. Всего из региона 13 прислана 981 заявка, а в целом Приволжский округ по активности идет вторым после Центрального. Свыше 42 тысяч заявок отправлено в этот раз из ПФО. Для сравнения, в прошлом году эта цифра приближалась к 32 тысячам. В ходе форума «Пересвет» обсудили поведение молодежи в современном обществе. Во время круглого стола выступили представители министерств и ведомств республики, а также участники форума. Они озвучили свое видение ситуации и поделились опытом работы с молодежью. Подробности у Ольги Даниловой и Владимира Надькина. С минуты молчания в памяти погибших в Керчи начали работу круглого стола. Именно это событие повлияло на тему обсуждения. В центре внимания деструктивное поведение молодежи в современном обществе. Как вычислить истоки этой проблемы и предотвратить ее? Какая работа ведется с молодыми людьми сейчас? Предстояло выяснить во время дискуссии. Депутатский корпус Республики Мордовия постоянно работает над развитием законодательной базы молодежной политики. В республике действует закон о государственной молодежной политике. Законодательно установлены меры государственной поддержки социально ориентированных молодежных общественных организаций. Меры поддержки талантливой молодежи и молодых семей. В республике уделяют внимание вопросам воспитания и духовно-нравственному развитию молодых людей. Во время парламентских чтений рассмотрели не только опыт Мордовии. Участники круглого стола рассказали, как работают с молодежью в Белоруссии. Что же касается досуга, то тут есть картина, конечно, очень пестрая. Это турпоходы с точевками, водные сплавы, посещение православных святынь, вечера музыки и поэтов православные баллы, образовательные игры и викторины, организация просмотров художественных фильмов с их последующим обсуждением. Работа круглого стола получилась плодотворной. Один за другим докладчики в своих выступлениях затрагивали актуальные моменты работы с молодежью. Участники обсудили влияние СМИ и социальных сетей на поведение молодежи, выяснили, как организовать профилактику суицидального поведения подростков. Наша с вами общая задача, задача и религиозных организаций, и светской власти вместе показать нашей молодежи правильный, подлинный, истинный путь жизни, путь вечности, путь творчества и созидания. Также во время круглого стола отметили работу молодого поколения и наградили самых активных. За ваш труд благодарю, а также Горбунову Ольгу, активистку Союза православной молодежи Мордовии. По итогам участники приняли резолюцию и выработали ряд предложений, направленных на профилактику деструктивного поведения молодежи, в том числе и в социальных сетях. Круглый стол молодежных парламентских чтений провели в рамках 4-го межрегионального образовательного форума «Пересвет». Он собрал руководителей епархиальных молодежных отделов, православных активистов из Мордовии, Поволжья, а также Белоруссии. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости. Призывников Саранска поздравили в городском дворце культуры. С напутственными словами к будущим солдатам обратились представители администрации, духовенства и военного комиссариата. Творческие коллективы подарили свои лучшие номера. Подробнее о Дне призывника в репортаже Юлии Мамаевой и Андрея Просверкина. В этот день все напутствия и добрые слова для них призывники осени 2018-го, можно сказать, осчитывают дни до заветной даты отправления в воинскую часть. Еще немного, и каждый из этих ребят вступит в другую жизнь, станет бойцом российской армии и узнает, каково это быть солдатом. Прежде всего, наверное, они даже подготовлены быть морально готовы к этой службе. Если есть желание, если есть сила, если есть воля, как говорится, значит, это все тяга, это лишения, которые есть. Никто не говорит, что в армии легко, потому что новая техника, новый коллектив, новое все остальное, ну, я думаю, вот они, наши ребята, все-таки подготовлены. Этой осенью из Саранска уйдет около 400 ребят. Они пополнят ряды всех родов войск. В день призывника их поздравили представители городской администрации и военного комиссариата. Каждое сказанное слово на путстве – служите хорошо. Это не просто праздник, это день, в который ребят собирают вместе и сплачивают, что немаловажно, ведь именно сплочение лежит в основе любого воинского коллектива. Этот день такой, что собираются все ребята, все, потому что сплоченность вообще в России и у нас в республике, когда это массово, когда это много, когда, то есть это уже какой-то дает отпечаток, что нужно идти, нужно идти служить. Даже у нас, вспоминая свою службу в воздушно-шесантных войсках, когда мы все вместе сплоченные, особенно когда совершаешь прыжки в самолет, с вертолета, то есть он пошел, значит и мы пойдем. У самих ребят настроение, конечно, волнительное, но к отправке они уже готовы. Я ухожу 10 декабря. Об армии думаю, что через это должен пройти каждый, потому что я считаю, что нужно все-таки побыть одному, все-таки прочувствовать жизнь, какая она есть, чтобы нести ответственность только за себя. Мне кажется, все-таки это делает настоящий мужчина. Настроение боевое, прекрасное настроение. Я считаю, что каждый уважающий себя мужчина должен отслужить в армии, отдать долг своей родине, своему отечеству. Творческие коллективы Саранска также не остались в стороне. Они исполнили для новобранцев лучшие патриотические песни, зажигательные, яркие композиции, чтобы настроение призывников было еще более боевым. Юлия Мамаева, Андрей Просвиркин. Народные новости. В Саранске состоялось торжественное открытие юноармейской смены «Патриот». В период осенних каникул ребята будут посещать лагеря с дневным пребыванием. О том, что ждет юноармейцев, в материале Ирина Пятина и Владимира Надькина. Ярко-красный берет с изображением орла, как отличительный знак юноармейцев. Равнение на флаг отработано еще не у всех, но любовь к родине заключается далеко не в этом. Юноармейскую смену «Патриот» в Саранске проводят только второй год. Но у нее уже появились свои традиции. К работе с детьми привлекаются представители военкомата, представители ДСААФ, представители молодежного центра Республики Мордовия, которые для наших ребят будут проводить занятия, квесты, какие-то конкурсы, соревнования и другие мероприятия. В этом году во время осенних каникул юноармейские лагеря открыты на базе четырех образовательных организаций. Это 8-я, 28-я и 35-я школы и Дворец детского творчества. Мероприятия патриотической направленности будут посещать 209 школьников. Для многих из них быть частью большого юноармейского движения – это образ жизни. Недавно мы были в Валенбурге на соревнованиях. Мы участвуем на зорницах каждый год, на городских соревнованиях и являемся, то есть первыми местами занимаем. А юноармейский должен быть отважным, мужественным, уметь представить свою родину. С годами желающих пополнить число юных патриотов меньше не становится. В конце каникулы ряды юноармии пополнятся новыми ребятами. В этом году день открытия лагерной смены совпал со столетием комсомола. Многие отмечают между этими движениями много общего. Вспоминая, как нас воспитывали, да, вот, ну а сегодня они примерно должны быть такими же, только еще, наверное, более подготовлены к качестве образования, к качеству. Все остальное, потому что жизнь меняется, и даже техника та, которая армейская техника, все остальное, ее нужно учить. Но самое главное, нас тогда учили, и мы гордились своим государством. Вот это, наверное, каждый армейский должен действительно это и знать. Такие смены проводят, чтобы приобщить молодежь к патриотизму, подготовить будущих солдат к службе в армии и еще раз напомнить, как важно знать историю своей страны. Ирина Пятина, Владимир Надькин, Народные новости. 26 октября в Саранской школе номер 11 прошел урок финансовой грамотности. Сотрудники Сбербанка рассказали ученикам об услугах, которые предоставляет банк электронных деньгах, и о том, как правильно с ними обращаться. Подробнее об этом расскажут Ирина Семенова и Денис Ноздрюхин. Мероприятия сотрудники Сбербанка провели совместно с Минфином России в рамках недели финансовых сбережений. Школьникам рассказали о том, как рационально распоряжаться деньгами, сберегать их и приумножать. Большое внимание также было уделено различным банковским продуктам и услугам. В первую очередь с ребятам объяснили, для чего нужны и как работают банковские карты, а также о преимуществах электронных денег. Об этом должны знать все, включая самых уже маленьких детей, поскольку в нашей стране с 7 лет дети могут иметь банковскую карту. И сегодня мы провели мероприятие, урок финансовой грамотности, рассказали конкретно про карты, про то, каким образом можно пользоваться ими с помощью новых технологий, рассказали школьникам в 11-й школе города Саранска. Ребята узнали относительно наших новых продуктов, узнали о том, что это не только выгодно, но и весело, и модно, и молодежно. Думаю, что во взрослой жизни уже завтра им это все пригодится. Для того, чтобы закрепить полученные знания, сотрудники Сбербанка поиграли с учащимися в различные игры на знания банковской терминологии. Подобные уроки проводятся для различных слоев населения. Большое внимание уделяется повышению финансовой, а также компьютерной грамотности у пенсионеров. А студентам сотрудники банка вскоре более подробно расскажут о том, как устроена мировая экономика, о новейших технологиях и финансовых рынках. Ирина Семенова, Денис Ноздрюхин, Народные новости. Жители одного из домов в Темникове отметили открытие своего нового благоустроенного двора. Программа формирования комфортной городской среды работает в районах Мордовии второй год. Главное условие для участия и инициативы должны исходить от самих жителей. Этот двор первый, но далеко не последний. Местная администрация на достигнутом останавливаться не собирается. Подробности в следующем материале. Теперь этот двор местные смело называют образцовым. Здесь есть детская площадка, новое асфальтовое покрытие, бордюры. Удобные беседки стали не только украшением двора, но и местом встречи соседей. А малышам есть где развернуться. По периметру расставили скамейки. Так мамам удобнее контролировать детей и отдыхать самим. Одним словом, двор не узнать. Очень отлично сделали. А мы в церковь ходим, дорожка-то какая хорошая идти, а то падали. Бабушкам удобно теперь ходить в церковь. И все это стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды. Этот двор привели в порядок буквально за три месяца. Благоустроили его с учетом пожеланий темниковцев. Даже установили места для теплиц. Таким образом, местные жители сами будут решать, какой урожай выращивать у себя во дворе. Этот проект пришел надолго. Сейчас, до 2024 года, планируется осуществить благоустройство всех дворовых территорий, всех общественных пространств. На это действительно будут выделяться немалые средства из федерального бюджета, из республиканского бюджета. Власти планируют улучшить пешеходную и дорожную инфраструктуру, чтобы жители и туристы смогли в полной мере насладиться историческим центром города. На самом деле, для Темникова это особо важно, потому что Темников рассчитано на то, что туда будут приезжать много гостей. И город Темникова должен быть гостеприимным городом. И поэтому должно быть и светло, и удобно, и гостиницы, и дороги, и пешеходные зоны. И жители должны быть приветливыми. А как они могут быть приветливыми, если у них там кривой забор или еще там? Ну и на этом сюрпризы не заканчиваются. Здесь состоялось официальное открытие дороги. Этот участок абсолютно готов к автомобильному движению. Построена она была по просьбе жителей. Здесь и людей, и автомобилей всегда много. Развязка очень оживленная. Почему было принято именно эту дорогу делать в первую очередь? Потому что по этой дороге у нас едут саровчане на рынок. То есть это, можно сказать, основная такая дорога, которая необходима не только для города, но и для других близлежащих городов. В рамках программы в следующем году планируют благоустроить еще два двора. В одном установят детскую площадку, в другом – спортивную. Преображению города радуются и туристы, и местные жители. Говорят, ждали этого долго. Кристина Марценюк, Станислав Семин. Народные новости. 26 октября в 19-й колонии регионального УФСИН состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о ветеране уголовно-исправительной системы Геннадия Остапчуке. Съемочная группа народных новостей присутствовала на мероприятии и готова рассказать подробности. Коллеги, родственники и знакомые собрались в 19-й колонии по случаю открытия мемориальной доски в память о ветеране УИС Геннадии Остапчуке. Он отдал службе в системе УФСИН 33 года своей жизни, большая часть из которых прошла здесь, в ЛИУ-19. Наверное, за всю историю нашего управления, за историю воинской части 65-85, в которой начинал служить Геннадий Владимирович Остапчук рядовым срочной службой, первый раз мы открываем доску в честь руководителя человека с большой буквы, памятную доску. Это человек, который как бы не совершал подвигов, не награжден государственными наградами, но вся его жизнь – это подвиг. Геннадий Остапчук родился в Казахстане. С Мордовией его связала срочная служба в армии, после окончания которой он принял решение остаться здесь, в регионе 13. Геннадий Остапчук проработал в службе охраны 31 год. Он прошел непростой путь от рядового до полковника внутренней службы, а затем и начальника исправительного учреждения. Нам довелось пообщаться с Геннадием Владимировичем весной этого года. Тогда, в мае, мы снимали сюжет о футболе в 22-й колонии. Именно ей и руководил Остапчук. Он лично поздравлял победителей, был добродушен и весел. Спустя несколько недель его не стало. К сожалению, мы так рано потеряли папу. Очень неожиданно. И, честно говоря, для нас это еще шок, наверное. Он действительно был очень хорошим человеком. Человеком долга, человеком чести. И всегда доволил себя всего своей работе. О том, что он полностью отдавался работе, скажут многие. Для каждого из них честь быть даже просто знакомым. За вклад в развитие и укрепление уголовной справительной системы, усердие и профессионализм, проявленные при исполнении должностных обязанностей, Геннадий Владимирович награжден множеством наград, среди которых ведомственные медали за отличие в службе. За вклад в развитие уголовной справительной системы России имеет нагрудный знак «Лучший сотрудник службы охраны». Открытие мемориальной доски увековечит имя Геннадия Остапчука там, где он нес свою службу. Для молодых бойцов это станет хорошим примером того, как нужно выполнять свой воинский долг и быть человеком чести. Анастасия Целигин, Андрей Просвиркин. Зубовополянский район. Народные новости. На этом пока все. Впереди вас ждет еще прогноз погоды. С вами была Елена Решетникова. Всего вам доброго и до встречи.